Медицинская информационная система, лабораторная информационная система и единое хранилище медицинских диагностических изображений. Это лишь та часть IT-технологий, которую КФУ использует в своей клинике. По словам экспертов, электронное хранилище удобнее своего аналогового предшественника тем, что не нужно будет тратить много времени на поиск данных об исследованиях. Ранее это хранилище были, но они были разрозненные, то есть у больших аппаратов, и срок хранения изображений единовременно был порядка от 1 до 3 лет. Потом приходилось старое изображение скидывать на носители. Большой плюс электронного хранилища в том, что ранее изображение хранилось от 1 до 3 лет, после чего найти их было проблематично. С новой системой данные будут храниться около 10 лет. Планируется реализовать хранение, единое хранение медицинских диагностических изображений, которые будут работать на всю клинику. То есть все диагностические, все диагностические оборудования будут подключены к этому хранилищу с глубиной хранения порядка 10 лет. Помимо этого к хранилищу можно будет подключить множество аппаратов разного функционала, от исследований живота до сердца. Будут подключены диагностические изображения МРТ, компьютерной томографии, УЗИ и эндоскопии, где, в частности, эндоскопию не так часто подключают к таким хранилищам. Также, по словам работников клиники, данное хранилище будет удобно тем, что персонал клиники, всев за рабочий стол, может найти те или иные данные. Однако работать это будет только в стенах клиники, строго под логином и паролем каждого сотрудника. Мы изначально планируем это в отдельной защищенной сети, то есть каждый доктор будет доступ иметь к своему месту под определенным логином и паролем. И пока что полноценный запуск этой системы планируют к концу лета, некоторые диагностические данные уже используются для лечения пациентов. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ, Ньюс.